Субтитры делал DimaTorzok Но вот все в порядке и к самому началу встречи мы успели Ворота сборной России сегодня защищает Андрей Третьилов Я напомню, что в первой встрече голкипером российской сборной был Николай Хабибуллин В воротах сборной Словакии Яромир Драгон Кстати, и тот, и другой голкипер сегодня выступают под одинаковыми номерами, 30-е номера Арбитр сегодняшней встречи Марк Фассе Ну, об арбитрах я не случайно заговорил Вы помните, конечно, первую встречу нашей команды со сборной Канады Сколько разговоров до сих пор идет о двух шайбах, которые не были засчитаны Две шайбы, которые забросила сборная России Но получилось, как получилось В первую встречу наши хоккеисты проиграли И вот сегодня нам необходимо добиться победы Только она может обеспечить сборной России спокойную жизнь Если не гарантирует, во всяком случае, на 80% обеспечить выход в следующий раунд этого турнира Сдано Цигер, только что 20-й номер сборной Словакии был на ваших экранах Именно он наносит первый бросок в этой встрече, но Андрей Трехилов на месте Вы знаете формулу турнира Четыре команды европейской группы Это сборная Швеции, Финляндии, Чехии и Германии Четыре североамериканской Победители групповых турниров сразу выходят в полуфинал Команда североамериканской группы, которая займет второе место Будет играть с третьей командой европейской группы и наоборот Так что только один неудачный в групповых турнирах Но победа сегодня нам необходима Вячеслав Фетисов, капитан нашей сборной, сегодня на льду У него была травма, поболевала колено после игры с канадцами Но он очень хотел сегодня играть И все-таки вышел на площадку Смена составов у нас произошла Пока словацкие хоккеисты предпочитают Сразу, входя в зону оборонной сборной России Бросать поворотом трехлера Житик Настройка Ковалева на площадке Лицей Яшин Дариус Каспарайдис И первое нарушение правил Судья по тому, как бросился из ворот Андрей Трифилов Нарушение правил Численное преимущество получает сборная России Но мне сейчас тяжело сказать, кто удален сборной Словакии Я веду этот репортаж из Москвы В нашей студии на Шабловке И сразу же рекламная пауза Вы знаете, что Четыре рекламные паузы в ходе каждого периода Устроили организаторы турнира Я просто Сразу не обратил внимания Валерий Буре За атаку игрока, не владеющего шайбу Удален на четвертой минуте Значит, арбитр удаляет нашего хоккеиста Я ориентируюсь, как и вы, на картинку Увидел, как Андрей Трифилов бросился из ворот И подумал, что словацкий хоккеист сейчас покинут арену Но вот Валерий Буре Он проводит сегодня первую встречу на этом турнире В матче с канадцами он не играл Конечно, было интересно посмотреть, как выглядели бы в нашей сборной Оба брата Буре, Валерий и Павел Но вы знаете, что Павел Буре буквально накануне получил травму В контрольной игре со сборной США И вот это С времен братьев Майоровых не помню, что в нашей сборной играли два брата Эту пару мы с вами не увидим Итак, в большинстве играют словацкие хоккеисты Роберт Швехла на ваших экранах Игрок флорида клуба Флорида Пантерс Не так много хоккеистов, выступающих национальной хоккейной лиги в составе сборной Словакии И вообще словацких хоккеистов многие считали аутсайдерами этой группы Но команда Скажем так, хорошо обучена И наши игроки, давая интервью после матча с командой Канады Говорили о том, что прежде всего надо быть с должным настроем на эту встречу И не допустить собственных ошибок Только тогда можно обыграть словацких хоккеистов Не удается словакам закрепиться в нашей зоне Это хорошо Минуту уже отыграли наше численное меньшинство У нас Яшенко валёс на площадке Распарайтесь Вот хороший момент для броска Далеко выкатывается Андрей Трефилов И с острого угла сборная Словакии После броска с острого угла открывает счёт в этой встрече Посмотрим ещё раз повтор этого момента Неожиданное подключение защитника к этой атаке Словакской сборной Никто его не держал Хорошую паузу сейчас Хорошую паузу сейчас выдержал автор первой заброшенной шайбы Паузу сейчас выдержал автор первой заброшенной шайбы В последней шайбе Паузу сейчас выдержал автор первой заброшенной шайбы нам дроп по второй номер сборной Словакии забросил эту шайбу ну что ж говорили наши хоккеисты о том что собственные ошибки в этом матче идут на Казуме удаление Валерия Буре 1-0 сборная Словакии впереди сыграно уже 5 минут в первом периоде неприятное начало для нашей команды самое главное здесь не потерять свою игру не потерять свою игру даже несмотря на то что в счете появились словацких хоккеистов после того как распалась чехословакия и две самостоятельные сборные вышли на европейскую мировую арену хоккейную арену сборной чехии словакии всегда считалось что чехи по своему составу по классу хоккеистов семей чем их соседи вы помните матч сборной России с командой Словакии на олимпийских игр Книг Михайлов тогда очень непросто давалась нам игра сейчас конечно состав не тоже в нашей сборной играет хоккеисты национальной хоккейной лиги но чувствуется что очень хорошо подопечные Йозефа Галонки тренера сборной Словакии настроились на эту встречу очень тяжело нашим хоккеистам удается сейчас вход в сборную в зону обороны сборной Словакии внимательно сразу 4 хоккеиста откатываются на свою семью линию один встречает игрока российской команды Владимир Федоров вот Сергей Федоров пожалуй первый бросок поворотом Драгона но к сожалению для наших хоккеистов не слишком сложная шайба для Яромира но к сожалению для наших болельщиков не сумели в первом периоде наши хоккеисты проявить всех своих лучших качеств и в третьем периоде канадцы были посильнее чем наша сборная ну и конечно много удалений упорных как на последние у нас сразу два хоккеиста в сборной России оказались на скаминке штрафников может быть поэтому не получился последний штурм в первом поединке на этом турнире и спарайтесь фланшник показал что было положение вне игры но поскольку шайба владеет славаевский хоккейст игра продолжается еще один бросок и галларионов сейчас с партнерами на площадке я не могу сказать что силовое давление в нашей зоне сейчас применяют словацких но во всяком случае удается им тормозить начало большинства российских атак ящик борется сейчас за шайбу и бортика ну вы знаете что травму получил Александр Семак травму очень серьезную в первом поединке естественно нашим тренерам приходится делать перестановки Борис Михайлов на ваших экранах нелегко конечно удается первой игрой сборной России на этом турнире много говорили о том что вполне возможно будет не объективным судейство с таким судейством наши столкнулись но что сделаешь этот турнир придумали канадцы и они все сделают для того чтобы их сборная спокойно дошла до финала все ящик на ваших экранах еще одна рекламная пауза в этом матче стимурл ананас неповторимый сверхустойчивый вкус ну вы знаете что у нас произошли в самую последнюю минуту изменения в составе два новых хоккеиста появились раз после матча со сборной Канады это Валерий Зелепухин и Александр Карповцев естественно нам приходится тренерам сборной России приходится делать перестановки в составе все это пока не может не сказаться на согласованности действий хоккеистов России вот Сергей Березин на ваших экранах пока мы не видим на площадке согласованных действий каких-то острых комбинаций наигранных комбинаций ну в игре наших нашей команды наших хоккеистов будем надеяться что со временем все наладится и нам не долго ждать первые шаги которые будут заброшены в Словацкие ворота по атаке попытки вывести к воротам Коваленко не удалось Алексей Жамнов пытается помешать за мной Валерий Буреев, эквивалентная вот такая тройка сейчас у нас на площадке за мной пожалуй первая комбинация опасная свисток арбитра, еще одно удаление рукавов теряюсь уже в догадке кого удаляет сейчас Марк Фассе, арбитр этой встречи за блокировку снова заблокировку патуар, покину площадку вот вы сейчас смотрите какая жаркая схватка была на этой точке у ворот Яранера Драгона третий номер Словацкий Иван Дропа оказывается на скамейке Иван Дропа оказывается на скамейке теперь уже наше имеют численное преимущество у нас первая тройка Федоров Могильный немчили на площадке Каспаратис 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 подключился это он боролся на пятачке и поставил клюшку Я не включи меня отсюда из студии на Шабловке так показалось смотрим все раз повтор этого эпизода да по-моему от Сергея Неченева шаги улетает в всех его основанской сборной но показывают Сергея Цедорова и вот в этом матче на редкость удачно какая другая команда используют сейчас преимущество титры что на 10 минуте первого периода шаги в двух из двух сертифетров но мы это с вами на повторе видели что это от Сергея Немчинова бороющегося на качке шайба влетела отскочив от него шайба влетела в ворота славанской сборной итак 1-1 Сергей Гончар бросал поворотом наш защитник и Немчинова в борьбе с защитниками с умолчанием подправить этот поворот Драгон 5 минут потребовалось нашим хоккеистам чтобы сравнять счет в этом поединке я думаю теперь будет полегче в этом поединке в ряду в начале в ряду просто вбрасывает шайбу и там кто-то с неподачей должен побороться с ней Утаска, где-то почти от Ковалев расположился, но они просто оттуда выпихнули словацкие игроки Хороший проход, хорошо играет рекилов, но он не успевает подняться со льда, и вторая шайба влетает в наши ворота Стремительно разворачивается ход этого поединка Снова наши защитники Вячеслав Фетисов не смогли, как говорят фетиски, закрыть борт Но не хочу сказать, что почти такая же ситуация, как и в том моменте, когда была заброшена первая шайба Вот посмотрите, никто не мешает сейчас добить словацкому хоккеисту шайбу в наши ворота 2-1, словацкая сборная впереди Наши в атаке 12-й номер словацкой сборной, по-моему, Петер Бонд разобросил сейчас шайбу в наши ворота Смена со справов и словацких хоккеистов Гончар, не неси на бросок Драгон как-то футбольный шайб Отфутболил шайбу из своей зоны Вот хороший момент Александр Могильный Выход 1-1 И наши сравнивают счет Не вовремя затеялись мы на словацких хоккеисты И наши получили прекрасную возможность организовать быстрый проход к воротам Драгона Прекрасной этой возможностью воспользовались Вот посмотрите, канадские операторы и режиссеры не отказали в своем удовольствии повторить этот момент с самого начала Драгон решил действовать как заправский футбольный голкипер, но себе на беду Сам себе соорудил гол в собственные ворота Александр Могильный сравнивает счет Да, действительно Стремительно разворачиваются события в этой рейтинке Команды сыграли чуть больше, чем 10 минут, а счет уже 2-2 7 минут 25 секунд до конца первого периода Еще один бросок в воротам 3-4 Каваленко Каваленко Хорошая передача была Каваленко, но бросить им не дали Пошла Фетисов И снова Шайба и Гарларионов надо в зону ходить Сволаки не дают Вячеслав Козлов начинает атаку Маши в пятерке Каваленко Хорошая передача Он подключился неожиданно к атаке наш капитан Но не дали бросить Прибежали плюшку Вячеславу Фетисову Каваленко 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 Командирует баланс Рanki Каваленко Каваленко Тройку Каваленко 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 Хорошая передача на Кулачок, у нас уже первая тройка нападающих на площадке на мчинях Могини и Сёдоров. Житник. Но такие броски из средней зоны для нашего голкипера пока не опасны. Алексей Житник. Сергей Фёдоров. Шайба покидает площадку. Итак, 2-2 подходит к концу первый период этого матча сборных России и Словакии. 2-2, действительно, неожиданно для нас развиваются события. Мы всё-таки ждали более уверенной игры от своих хоккеистов. И ещё одна у нас рекламная пауза. Ну, надо сказать, что, естественно, сборная Словакии, даже как избранная Россия, впервые приняла причастие в турнире такого уровня. Мы уже привыкли и говорим об этом, что Кубок Мира – это продолжение того Кубка Канады, который проводился в конце 70-х, начале 80-х годов. Ну, и у словацких хоккеистов, знаете, есть кем похвастаться. Много игроков известных. Словака выступала за сборную Чехословакии. Йозеф Голонко сейчас тренер сборной. У Словакии прекрасный в прошлом хоккеист. Его отлично знают болельщики, поклонники хоккея в Советском Союзе. Ну, вот, как уж повелось, что после распады Чехословакии мы как-то не очень серьёзно устраневали сборную Словакии. Она, если сборная Чехия получила право выступать в лучшем дивизионе хоккея, то сборная Словакии пришлась пробиваться туда. Ну, вот, вы знаете, сегодня в Словакии 50-х действует пока. Многие скажут, что что-то из ряда вон выдающееся показывают на площадке, но свою игру не теряют. Вот ещё один опасный момент у наших ворот. С пятачка дают бросить, но здесь три филы выручают. Пока наши защитники не очень чётко охраняют собственный пятачок. Есть проблемы в обороне у команды Бориса Петровича Михайлова. Козлов неудобно руки бросал. Драга на месте. Очень внимательно на своей семье линии играют в Словакии. Снова бросают по нашим воротам. Хорошо, что мимо ворот и шайба потягает площадку. Нелегко приходится Андрею Трифилову в первом периоде. Но вы знаете, что у нас три, в принципе, равноценных голкипера. Николай Хабибуллин, Михаил Шталенков и Андрей Трифилов. И если в первом поединке с канадцами ворота защищал Хабибуллин, Трифилов был в запасе, то сегодня он в запасе Михаил Шталенков. А вы смотрите повтор эпизода, когда Вячеслав Козлов выходил к воротам словацкой сборной, но бросал с неудобной руки, поэтому для Драгана особых проблем этот бросок не принес, не представлял особую трудность. Жамнов с товарищами на площадке. И снова Словаки стараются встречать наши коккеисты в средней зоне. Первым, пятый шаг, густой галкипера. Сергей Гончар, Алексей Ковалев на ваших экранах. В следующей неделе то вот в воскресенье станет ясно, кто займет первое место в европейской группе, кто сразу выйдет в финал. Это будет или сборная Швеции, или сборная Финляндии. Кому предстоит бороться уже, скажем так, в четверть финала. Несколько удивило всех выступление сборной Чехии. Неудачная игра против финнов, и неудачная игра у себя дома в Праге против шведской сборной. Самое главное, много хороших хоккеистов в распоряжении Левика Букоча, но вот игры не. Ну и, конечно, сборная Швеции сейчас многие считают одним из туалетов турнира. Уж больно организованно смотрится в шведом на площадке. Еще один бросок. Шайба на пятачке, но добить ее некому. Истребная быстрая атака, снова бросать по нашим воротам. Дают бросать наши защитные. Что самое неприятное, дают бросать. Я сейчас не завидую нашему голкипу. Зигмук Пауф, 24-й номер сейчас, бросал по нашим воротам. Посмотрите еще раз. Его проход. Довольно легко ушел от нашего защитника. Здесь снова палки с шайбой. Не было никого на пятачке. Вот эта патройка и даже пятерка, пожалуй, самая опасная и самая сильная в составе. Словацкая сборная. Два защитника. Бача и Гропа. Еще одно удаление. За задержку соперника Клюшки сейчас посмотрим, кто удаляется. По-моему, и нашего защитника удаляет. Да. Алексей Житник отправился на скамеечку с шайбиков за задержку соперника Клюшки. И снова, даже за задержку Клюшки соперника вот так вот формулировал Марк Фассен свой вердикт. И снова наши будут играть в меньшинстве. Вы знаете, это опасно. Чуть больше двух минут до конца первого периода. Словаки получили численное преимущество. Сергей Гончар на льду. Сергей Гончарич. Путешеитий. Вес сложная минута для Клюшки снова будет Е Runysli insati Отправил аплодисменты по праву, мужественный футурист, 20-й номер сборной Словакии, Геннад Цигер, отправился на скамеечку штрафников, за игру высоко поднятой клюшки, но не нанес повреждений, не открою, если бы появился кровь, я думаю, что Цигер бы отдыхал недель, но это опять. Посмотрите еще раз этот эпизод, Гончар и Цигер боролись у бортика за шайбу, вот у Даркуншка поверил, нашел за пульсом. Ну что ж, в полных составах играет, в равных составах играет, играет команда, по четыре пиклисты на площадке, Марк Пассе, арбитр сегодняшняя встреча на ваших экранах. Мы посвободнее, может быть, и сейчас будет полегче нашим ребятам. Сергей Федоров, передача на Могильного. Меньше двух минут осталось играть в первом периоде, я напомню, счет я здесь нечейный. Глава вы смотрите прямую трансляцию, организованную российским телевидением, творческим объединением арены из Монреале, где проходит поединок в сборных Словакии и России. Вбрасывание в зону Словацкой сборной. У нас Федоров в Могиле на площадке, такая пара нападающих. Вячеслав Киписов. Вот хороший эпизод и бросок, гол! Александр Могиль не вторую шайбу забрасывает. Ну что ж, прекрасный был эпизод у ворота Словацкой сборной. Очень хорошую паузу. Хорошую паузу сейчас Александр Могиль не выдержал. Забросил свою вторую шайбу в этом матче сборной России. Впервые в этой бединке выходить вперед. Посмотрите, здорово сыграл наш нападающий. Хорошую передачу сделал партнеру Сергей Федоров. Ну и хорошо сыграл Вячеслав Киписович. Там поборолосся у борта, высоротил шайбу, смог сделать передачу на Федорова. Итак, 3-2. Под занавес первого периода сборная России выходит. И снова в атаке наша сборная. Возвращаться в оборону. Лорионов. Ну, жестко подключают наших игроков словакские защитники. Сменьше минуты до конца периода. Словаки не спешат. Ждут подкрепления. Еще один бросок. Разго до наших ворота шайбы не дошла. И снова в игре Андрей Трехилов. Ну, посмотрите, дают бросать. Не обращают внимания на игроков, которые располагаются у синих линий. И Петер Бондра, автор второй заброшенной шайбы ворота сборной России, вот сейчас вдали ему бросить. Хорошо трехилов сыграл. Катюша сейчас выйти под словами Муреанского дворца. Еще один бросок. Ну, что ж, там неспроста показывают нашего вратаря. Действительно, Андрей Трехилов сегодня много поработал в первом периоде. Я не скажу, что уж на таких высоких скоростях проходит эта встреча, но вот как-то на удивление легко вырываются словацкие игроки на ударные позиции, бросают и выходят. Воротам нашего отлегалки Беремен пока выручают. И из тех эпизодов, когда шайба была заброшена во наши ворота, я не думаю, что стоит особо винить Андрея. Замок. Ну, вот и сирена. Закончился первый период. Руководитель нашей делегации говорил мне о том, что команда сборной России, когда прибыла в Ванкувер, ее даже никто не встречал в аэропорту. И пришлось нашим ребятам брать такси, нанимать такси за свои деньги и добираться до гостиницы. Ну, вот на этот раз, к сожалению, мне не удалось поговорить с нашими руководителями, с нашими хоккеистами, потому что, как это было для меня неудивительно, но примерно минут 30 я узнавал, где же в центре Монреаля находится Моусон-центр, где проходит именно калькейный матч. Россия-Кословакия. Удивительная вещь, но канадцы, оказывается, этого почему-то не знают. Ну, как говорится, это все лирика, это вся прелюдия, а мы с вами смотрим на лед, где сейчас проходит второй период этого. Будем надеяться, что также интересного матча. В первом периоде, как вы знаете, было заброшено пять шайб. Две влетели в наши ворота, которые защищает Андрей Требилов, и две ворота словакского вратаря, а сегодня в воротах у Словак Яромир Траган. Это основной голкипер сборной. Практически с момента ее образования, 1993 года, когда словаки играли в отборочном турнире Олимпийских игр. Ну, вот сейчас шайба в зоне словакской команды. Это был Немчинов шайбы, Мобильный Немчинов и Федоров. Ну, в общем-то, уже по первому матчу привычная достаточно для нас тройка, привычная достаточно для нас сочетание. И хотел я назвать пару защитников, но в это время произошла смена. В какой-то степени эта игра, ну, так скажем, полегче, чем предстоящая встреча в Мэдисон Сквергарден сборной России с командой Соединенных Штатов Америки. И, наверное, полегче, чем прошла в Джеймплейс в Ванкувере. Потому что Словакия — это команда, которая в выставочных матчах, в товарищеских матчах накануне розыгрыша Кубка мира одержала всего одну победу над командой Германии, но не на самой сильной сборной. И все-таки, тем не менее, вот перед этой встречей я разговаривал с Борисом Петровичем Михайловым. Он говорит, ну, банально с одной стороны, а с другой стороны, вот, не дай бог, будет какая-то осечка после и так неприятного матча с канадцами. И, как говорится, пиши пропало. Тогда уже будет гораздо сложнее попасть в главный финал. Хоккеистов сейчас не смог выбросить шайбу из зоны, но ему помог Вячеслав Козлов. Два хоккеиста, которые выступают в одном клубе, в клубе «Детройт Рэпы», и сейчас на льду. Но помешали друг другу сейчас Козлов и десятый номер сборной России Алексей Живнов. Еще раз проходит смена по ходу. Встречи нет, нарушений правил нет. Петитов первым заберет шайбу. Швисток. Ну, вот сейчас, по-моему, да, все так и есть. Обоюдное удаление в составе сборной России. Площадку покинул Алексей. Алексей. Алексей Яшин. Вот вы видите повторно нарушения на ваших экранах. А со стороны Словацкой сборной Димитра. 26-й номер команды. В равных составах, но в неполных, будут играть сборная России и сборная Словакии. 18 минут и 16 секунд до второго перерыва. Сборная России выигрывает, и напомню, что две шайбы в этом матче забросил Александр Макинь. И обе передачи Федорова. Словаки вошли в зону. С одной стороны, действительно, не самая сильная команда на этом турнире, а с другой стороны, есть достаточно игроков, которые выступают в национальной хоккейной лиге, которые прошли обхаку и на Олимпийских играх, и на чемпионате Мировых денег. Хотя все эти выступили там, ну, не совсем удачно. Начало было неплохим. Ничья 3-3 с канавцами, а после этого уже боролись за то, чтобы остаться в высшем хоккейном обществе. Но, тем не менее, остались. Девятая место в итоге. Так что расслабляться не стоит. Но сейчас может получиться хорошая атака. Купол. Он был в шайбе. И ответ россиян. Ковалёк. Хорошая передача. У нас лишь что острый бой в угол, и поэтому, я думаю, что без труда опытный Герамир Шрагин все так и есть. Забирает эту шайбу. Вот, вы видите, повтор момента. Алексей Ковалёв делает передачу и бросок с острого угла. С острого угла. Ну, я уже представлял. Я думаю, что мой коллега Дмитрий Анисов сделал то же самое. Яромира Драгана, это основной голкипер, ему 32 года, чемпион страны. Был участником чемпионата мира. Хороший у него физические данные и опытный. Большой опыт. Хотя, не играл в основной хоккейной лиге. Но, тем не менее, могильный. Сошла шайба с крюка, но, тем не менее, попала к Фёдорову. И после него уже Гончаров. По-прежнему в равных, но не полных составах. Играют сборной России из Болазии. Можно сделать Гончару передачу, но нет. Решил сам атаковать ворота. Дарил с Каспаратис. И, может быть, поторопился. Потому что Гончар находился в более выгодной позиции. Да, действительно, темп не самый высокий. Что арбитр испортил встречу Канады-России. Потому что нужно было засчитывать шайбу. И вообще судейство было не самым лучшим. И тогда бы было, наверное, самое интересное. Был бы овертайм. А этого, как говорится, и ждали зрители. Именно борьбы от наших и канадских хоккеистов. А так, в какой-то степени, ну, может быть, не на все 100%, но процентов, наверное, на 20, на 30. С помощью судьи канадцы обыграли нашим командам. Шайба в средней зоне. Шамнов борется и с аппетитом на Твердовского. Впервые текной номер сборной России. Наступая за прозыгрыши Кустомира, в «Анфелере» он участия не принимает. Вот хорошая передача, но в зону входить уже нельзя. Козлов, Буре. И вновь Козлов. И в простой поворотах Валерия Буре. Одного из самых. Здесь, пожалуй, самый молодой в составе сборной России Валерий Буре. Но нет, наверное, смысла долго говорить о том, что он брат Павла Буре. Да, я вот посмотрел свои записи. Летом Валерию исполнилось 22 года. Он такого же возраста, 74-го года рождения, как и Сергей Гончар, но у Сергея день рождения был пораньше. На месяц. Но любопытная вот такая деталь. Оба разделились 13-го числа. Правда, в разные месяцы. 84-го человека в нашей команде разбили 13-го числа. Еще Федоров и Хабибулев. Не знаю, о чем это говорит, но может быть, о чем-то и говорит, что счастливое число 13-го бывает для кого-то. Хороший бросок, а вот добавить нету. Может быть, сейчас... Невчинов. Невчинов. Гол, которого мы посчитали как раз в Ванкувере. Сейчас он бросал. Видно, что Словаки побаиваются в сборной России, особенно когда на площадке находятся загулованные, такие как Могильный, Бедра, Венчинов. Молодская команда молодая и пока богатым, послужным списком похвастаться не может. Тут не положится молодая. Единственное, это сборная и опытные уже игроки. Геройлер Драгон, как я уже рассказывал про этого вратаря. Есть еще несколько западающих, которые уже к 30-ти годам приближаются к возрасту, которые достаточно поиграли. А вот там отборная обестрады. Легко, очень легко наши ребята отходят в зону. А вот после этого какая-то недрежность здесь все получается появляется. Кто-то может и соперник, что-нибудь говорит, как говорится, никакого сопротивления не оказывает. И поэтому бородки выходят не точными. Вроде бы, неплохая сейчас была позиция у Алексея Яшина. Но с другой стороны, нельзя сказать, что была и очень хорошая. Ну, как бы то ни было, Страган отражает еще одну атаку сборной России. Счет по-прежнему при 2-3-2 и 14 минут 26 секунд еще играть во втором периоде. Выиграли наши ребята. вбрасывание и Яшин был как раз не очень расторожен в этом моменте. Счетки стараются отвечать контратаками, стараются даже напрячь, проявить себя, заставить дергаться нашу оборону. Но вот именно стараются. Поэтому старание нужно еще мастерство, а этого мастерства не всегда хватает. Сейчас мы смотрим повтор атаки словацкой команды и достаточно спокойно уверенную игру Андрея Трифилова. не самая сложная сегодня, что у Андрея Трифилова, но тем не менее две шайбы уже пропущены. Я думаю, что для вратаря любую игру вообще неприятно. Поэтому с одной стороны он будет легкой, а с другой стороны он будет легкой. И заключается сложность. Шайба осталась в зоне. Это была передача, это был не бросок. Юшкевич, Дмитрий Юшкевич отдавал пас, но стильный и неточный. Рано Касама забирает команды, а такое впечатление, что у россиян больше. Вот хороший бросок. Прекрасную реакцию демонстрирует Андрей Трифилов. И может быть заслужил аплодисменты еще и потому, что шайбу тут же оставил своих игроках. Не стал останавливаться встречи. Так что было с разными его годами. Что-то пока на площадке у Словатской сборной я не вижу самого опытного игрока и наверное самого ключевого это Тетра Бонна. Единственный кто из состава этой сборной родился не в Словакии, а на Украине в городе Луфе. Отвоиловша его Алексей Янский. Детский хороший игрок. Не бросай его как стягин. в отставе. Среди сенаторов один из лучших. А вот гончар сейчас упустил и шайба это было не самое сложное. Много браков в передаче. Шайба покинула пределы площадки. Удивительно, но попала вот как раз практически в столик, где находятся рефери, которые следят за временем, за тем, чтобы правильно запасные игроки выходили. Ну, еще у нас рекламная пауза в игре. И я позволю себе небольшое рассуждение. Поговорил о том, что Тресилов все сделал правильно, он закрыл ближний угол, но, конечно, неправильно сыграли наши защитники, которые ошиблись в своей зоне. То есть, тем самым они оставили неудел сразу нескольких своих игроков, а Зигмунд Пауфин забросил свою первую шайбу на этом турнире, но это естественно, потому что до этого он не отмечался, а сборная Словакии дебютирует в розыгрыше Кубка Мира. Ну, буквально несколько слов о Зигмунд Пауфин, ему 24 года, он играл уже за сборную своей страны, тогда это было Чехословакия в розыгрыше Кубка Канады. Это аналог по розыгрыше Кубка Мира в 91-м году во левом крае есть клуба Айлендер. Шесть побед на уголовном забросе и в большинстве забросил 17 шайб. Это лучшие показатели среди островитян. Он играет вместе с Зарюсом Каспарайсисом в одной команде. Я думаю, что вы запомнили этого игрока по Олимпийским играм 1994 года. Ну, а атака наших ворот продолжается. Что-то расслабились наши ребята, а счеты ничейные 3-3 и еще 11 минут до окончания второго периода, когда можно будет посовещаться, подумать, обсудить, как же быть дальше. То ли с такой легкостью забрасывать шайбы и пропускать, а то ли все-таки собраться и чуть-чуть посерьезнее подойти. Вчера наша команда прилетела в Монреаль, провела тренировку, так что уже с условиями знакомы. Да и многие игроки выступали в этом Молтон-центре. Это не легендарный форум, но дворец форум очень симпатичный, красивый, дышится в нем легко, правда, комментаторские позиции находятся на такой высоте, что хоккей приходится смотреть стоить, иначе ничего не видно, кроме крыши стадиона. Жемном и гончар. Нельзя ошибаться. Я думаю, что Йозом Галонко, тренер, главный тренер сборной Словакии, почувствовал некоторую слабинку в рядах наших игроков, и вот сейчас уже сразу два крайних нападающих сборной Словакии идут на защитников сборной России, пытаются отобрать шайбу, и один раз это удалось. Несильный бросок. у Каспарайсиса получился. Никак не удается Словакам выбросить шайбу из зоны вот только сейчас. Шайба попала в игроков, которые производили смену, поэтому осталось в средней зоне. Еще один бросок по нашим воротам. Вот в середину второго периода можно сказать, что россияне проиграли. много было, очень много было проблем с обороной и в первой игре, с канадцами, но вот сейчас по-моему их не меньше. Хорошая передача, но достал, достал немчина, Сергей, немчина, фотофак, по-моему, игрокам обороны. Могильный, пять могильный, Федоров, на пятачке никого нет, вот хорошая передача, вроде бы хорошую взял паузу, грамотную, и вот контротлет, где и здесь шайба не попадает в ворота, молодец, трепила, молодец, даже, наверное, во втором случае сыграл грамотнее, плюшкой сейчас выбил шайбу. Удаление за удар соперника по рукам плюшкой удаляется на две минуты игрок вот, к сожалению, сейчас не могу вам сказать. По-моему, грудь чешской, словацкой командой, простите, должен быть удален, да, но сначала почему-то открыли скамейку для остроповодных игроков сборной России, поэтому я чуть усомнился. Седьмой номер сборной Словакии это Секераш защитник, 27 лет, ему он уже очень давно, как говорят, сами спортсмены, стучался в двери сборной Чехословакии, но играл только в Саваришских матчах, и вот лишь за сборную своей стороны, за сборную Словакии он заигрался, был участником отборочного турнира Олимпийских игр в 94-го и на чемпионате мира в 96-м году сыграл Вене надежный защитник атакующего плана. Любопытно, что его кумир полковь, вот сейчас вы видели повтор нарушения на ваших экранах, но вот видите, он так сам шутит, что имя у этого какие-то полковь, и поэтому от 77-го номера мне досталось только половинку. У него седьмой номер, а полковь играет в клубе под 77-м номером. Ну, это, как говорится, такой штрих с портретом. Горная России сейчас имеет на одного игрока больше. Еще на минуту и 45 секунд Словакия будет в 96-м, но удаст ли нашим ребятам разыграть лишнего игрока? Экологическое преимущество сейчас, конечно же, на стороне нашего соперника. Словакия сравняли, счетничья, 3-3, и вот видите, еще одна небрежность. Житник пропустил достаточно легкую шайбу, Дима Крюшки прокачил это. Житник собирает скорость, легко вошел в зону, вот теперь нужно расположиться, стать по местам. Коваленко не успел в шайбе, и опять шайба выходит из зоны. Больше минуты уже Словакия выстояли, причем наши не сделали ни одного броска поворота. Вот хорошая передача, гол, гол, и вот сейчас будут уже активные действия со стороны игроков сборной России и команда Словакии. Все было сделано по правилам, но вот наверное будет повтор этого момента, по-моему словатский игрок просто погорячился, когда россиянин забросил шайбу, он стал бить нашего игрока по лицу, причем лежачего игрока. Давайте посмотрим повтор этого момента. Вот, Козлов, это Вячеслав Козлов, вы видите? Я думаю, что будет удаление в команде Словакии, не исключено, что и в команде России. Вот еще один повтор этого момента. Восьмой номер сборной России атаковал ворота, это Ларионов, Игорь Ларионов. И восьмой номер сборной России атаковал ворота команды Словакии. А потом уже шайбу добил Вячеслав Козлов. Пауза сейчас в матче, потому что идет небольшое совещание с арбитром сегодняшней встречи по поводу того, кто же должен покинуть скамейку площадку и кто должен занять место на скамейке оштрафованных игроков. Алексей Жемнов с нашей стороны, а со стороны команды Словакии восьмой номер как раз тот, который атаковал Вячеслава Козлова. Светла. Роберт Светла. Защитник. Тоже опытный хоккеист, опытный игрок. И в Швеции успел поиграть, и в чемпионате своей страны, и в чемпионате Чехии. Выступает за клуб Флоридо Пантерс. Основной причем игрок, основной игрок обороны этого клуба. Много очень долевых передач на его часы. Наверное, у него нервы не выдержали. 4-3 сборная России выигрывает. 13 минут сыграно во втором периоде. Напомню, что вы смотрите трансляцию на российском канале, организованную творческим объединением арена из Монреаля Федоров и Федисов. Федисов почувствовал, что могильный должен открыться на пятачке, туда делать передачу, но шайба не дошла. Трифилов вступил в игру, а вот шайбу не подобрали наши защитники и наши крайние нападающие. Вравно что опять не полных составов играют сборные России и Словакии. 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 Вот сейчас контраст на площадке Борис Петрович Михайлов, главный пример нашей команды и должен поставить техничных игроков, но приходится защищаться, шайба попадает в штангу наших ворот. до ответа соперника не менее опасны. Один из них Алексей Ковалев, игрок New York Rangers, обладатель Кубка Стэнли 94-го года. в этом сезоне несмотря на то, что им в какой-то степени недовольны руководители команды, он сыграл очень хорошо. Самый результативный сезон для него. Словакии так результативно сыграл на весне. Команда вылетела раньше, а в 94-м году дошла до финала. Ну что ж, встреча еще раз остановлена. Вбрасывание. И уже в равных составах будут играть сборные России и Словакии. Я уже говорил о том, что следующая встреча нашей команды пройдет с знаменитым налетным сваргатом, где как раз Алексей Ковалев вместе со своим партнером по клубу Немчиновым выступает за Нью-Йорк Рейнджерс. Так что стены знакомые. Исключено, что как раз от действий этих двух россиян будет зависеть очень и очень многое. Потому что ну я очень хотел и хочу верить в то, что сборная России одержит победу в сегодняшнем матче. Если обыграет команду Соединенных Штатов Америки, то нужно будет уже ждать, как канадцы сыграют с американцами. Напомню, что победитель группы сразу попадает в полуфинал, а команда, которая займет второе и сборная, которая займет третье место, должны будут через четверть финала выходить как раз вот на победителей группы. Я посмотрел свои записи, могу сказать, что Алексей Ковалев в 81-й встрече забросил 24 шайбы и сделал 34 результативные передачи. Это совсем немного, потому что национальный хоккей-двигий, несмотря на свой возраст, ему только 23 года, он провел 270 игр, 80 шайб забросил и сделал ровно 100 голевых передач. И, в том числе, на дворе Моузен центр, поэтому могу сказать, что удаление сборной Словакии, пятый номер этой команды, Мариан Смерчик, защитник из клуба Дукла, удален за задержку игрока невладеющего шайбы. Так что сборная России будет иметь численное преимущество, правда, вот с реализацией у наших шокистов, пока не все обстоит хорошо, и вот чего тут греха таит, как бы не расслабились и свои ворота шайбы не пропустили. Ну, так было с канатами, однако команда Словакии это не сборная каната, и тем не менее соперник чувствуется просто так сдаваться не собирается. Алексей Жамнов сбросил шайбы в зону, скачал, бросок поворотов, и вот Яромир Драгов вступил в игру. Можно сказать, что это уже неплохо, потому что в отличие от предыдущего розыгрыша россияне вообще, по-моему, ни разу поворотов не бросили, а здесь прошло 358 секунд и первый бросок. По-моему, был на ваших экранах Гончар, защитник сборной России Сергей Гончар. Начинал он в тракторе. Славатская команда с шайбой. Вот о чем я вам говорил. Пловаков меньше, но они идут вперед. И вы знаете, по-моему, действительно, что-то случилось с 12-м выбором сборной Пловакии. Да, Федор бодрый, нет на площадке. Хороший проток и достаточно опасный. Дегустал он атаковал. Федоров, в этот раз могильный девчонок и защитники все время меняются с этой на тройку нападений. Хорошая передача была сейчас. Яша, Я удивился, почему с Фёдоровым и Могильным появился Алексей Ковалёв, но это просто не успели наши ребята смену достаточно хорошо произвести. Яшин. Вот примерно так же Алексей Яшин играет в клубе отставы финаторов. Когда в любых положениях атакуют, все игроки этого ждут. Ему дано право на бросок, на щелчок поворота. Ну, честенько забивается результатом. Нет, здесь все наши на пятачке прикрыты и достаточно хорошо. Словакия стерегует эту часть площадки, поэтому вбрасывание. В равных составах уже играют команды сборные России и Словакии. 4-3. Наши ребята спереди. Но нельзя сказать, что эта игра даётся легко. Вот сейчас вы видите повтор опасного момента. Когда я из Лавчил, то очень долго следил за шайбой, которая порхала, как бабочка Яромир Драгон, но тем не менее накрыл её. Ещё один бросок с боевого рота. Козлов, как сейчас атаковал, как заправки защиты. И потерял шайбу. Вот поначалу Андарев Парайко попал в нашу команду, потом стал запасным игроком, потом попал опять в основу. И вот в матче командой Канады он сделал голевую передачу. Вы, наверное, помните. Тут несколько курьёзный гол. Сергея Фёдорова. Исполнение-то было прекрасно, но сама комбинация была несколько нелогичной. Канадцы бы растеряли на ложном. За матч и пытался игрок с командой Словакии обойдуть нашего хоккеиста. Пошла последняя минута второго периода. 4-3 сборная России выигрывает во втором матче группового тройнера розыгрыша Кубка мира у команды Словакии. И ещё 45 секунд до окончания второй двадцатиминутки. Хорошо Могильный перехватил Шайбу и... Просток-то прекрасный получился кистевой и обманул, по-моему, Драгона. Но в ворота не попал. Спититов. А нет, вот сейчас только вышел налёт. Двенадцатый номер команды Словакии. И сразу же такое напряжение. Петер Бонда. Ответ. Достойный ответ был бы наших ребят, если бы Шайба дослала. Гол. Но, тем не менее, счёт становится 5-3. Не получилась передача у Александра Могильного, но в какой-то степени положение исправил не в какой-то, на 100%. Даже, наверное, чуть-чуть, может быть, больше, потому что щелчок отменный получился у Фёдорова. Уверен, что Сергей Фёдоров, который, вот я уже говорил об игроках, родились 13-го числа. Он родился в декабре в Хове в 69-м году. Практически не нуждается в представлении. Вот видите, в дальний угол всё сделал очень здорово. И первого поздравил как раз Александра Могильный. Ошиблись словацкие игроки. И, в общем-то, нельзя сказать, что голкипер был закрыт множеством игроков. Видел, скорее всего, бросок и практически от портика атаковал Сергея Фёдоров. Но я буквально несколько срок про Сергея. У него отличные показатели. В этом сезоне 107 очков. 39 заброшенных шайб и 68 голевых передач. Вот время прозвучала сирена, но я думаю, буквально ещё несколько минут у меня, наверное, есть для того, чтобы продолжить встречу. Две шайбы в составе сборной России забросил Могильный и две шайбы забросил Сергея Фёдоров. Вот на ваших экранах команда Словакии. Хорошая команда. Много очень игроков этой страны, выступающих за сборную учёку Словакии. Играли и на чемпионатах Европы, мира, и на Олимпийских играх. Но сейчас это уже два разных государства, и они идут разными путями. Сборная Чехии, напомню, что участвует в Европейской группе, и пока выступает не так удачно, как хотелось бы, поклонникам этой команды. А вот передача была сейчас острая, хорошая на Сергея Немчинова. Немчинов, Могильный и Фёдоров. Это тройка нападения у россиян. Гончар в обороне и Каспарайзе. Сейчас смотрим повтор этого момента. Вот видите, специально наш игрок шайбу направлял не по льду, это был Могильный, а как бы верхом, чтобы она приземлилась точно на крюк партнёру. Не вышла. Задумано было неплохо. Очень приятно, что тройка наших очень сильных игроков, в первую очередь, конечно, тоже Могильный и Фёдоров, а Могильный лучший бомбардёр среди россиян, выступающих в прошлом сезоне профессиональной океанной лиги 55-6, играет не только для себя, но ещё и для партнёра. Вот был момент, был момент, но слишком скорость была большая у Немчинова. Большим трудом он даже не устоял на коньках, а пролетел за ворота. Подъехал к нему Могильный, на всякий случай узнает, всё ли в порядке с партнёром. Были здесь такие вспышки активности, были небольшие потасовки, и даже дело до врага, до рукоприкладного доходило, поэтому нужно действительно чувствовать коллективисту, не забывать, и иногда, а лучше всего всегда, помогать партнёрам. В данном случае арбитр посчитал, что нарушений не было, поэтому команда продолжит встречу в равных составах, в полных составах Лориона. Козлов. И Коваленский снимет. Петисов. Опять Лорионов. Лорионов, Петисов. Знакомые все лица. Самые опытные в составе сборной России. Неоднократные олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира, Европы. И вот сейчас, может быть, он... Гол! Контр-выбор, да! Расслабились и наши защиты. И, наверное, в какой-то степени Андрея Трефилов. Бросок был неплохой, но Трефилов видел этот бросок. Перед ним никого не было. И даже, по-моему, соперник не скрывал, что будет атаковать. Вот, смотрите, повтор бросок. Практически самый угол. По-моему, даже от штанги шайба влетела в ворота. Мощный. Замах. Да, так оно и есть. Притирку, как говорят хоккеисты. И счет изменился уже. Подтянулись. Подтянулись. Поплавание. Пять и четыре. Всего одну шайбу выигрывает российская команда. Первый номер номер 20, Сдино Сига. Вот 20-й номерет, Сденек Сига. Он автор заброшенной шайбы. Один из хоккеистов, который выступает в национальной хоккейной лиге, Сденек Сигер, играет за клуб Эдмонтон-Ойлер. Достаточно опытный игрок. Он в сборной Чурословакии играет с 89-го года. Был участником чемпионата мира 96-го года. Участником в розыгрыше Кубка Канады 91-го года. И два сезона играл вместе с Вячеславом Фетисовым за клуб Ниджерфи Дэвилл. Он как раз на льду и находился. Я имею в виду и Фетисова, и Сденека Сигера. Левый крайний. Очень хороший сезон уже получился. Последний за нефтянников. Лучший в карьере. Нашим ребятам нужно постараться ответить. Вот Словакия так потихонечку, потихонечку, подбирается, подбирается. И все время не дают расслабиться нашим ребятам. С острого угла, но вряд ли бы у Немчинова шайба попала в ворота после его броска. Немчинок идет борьбу могильный, по-моему, на пятачке никого нет. На пятачке только два защитника команды Словакии. Коспаратин подключился к атаке, но шайба на него не дошла, и теперь нужно уже возвращаться в оборота. Правда, Словакии не думали нападать, они думали о смене своей пятерки, что и сделали. Хорошо, остановил шайбу к лету, но вот передача не получилась у Свердовского. Созлов перепадил шайбу, и уже Игорь Ларионов, Петисов. Созлов Козлов. Вот где стоило не через Ковалевку сыграть, а через Игоря Ларионовых. Козлов. Вот опять накалили в тракте, опять спортсмены решили выйти, что же здесь сильнее не в матче, а вот в потасовке, в кулачном бою. На ваших экранах Коваленко нападающий сборной России Андрей Коваленко. Он как раз из клуба «Монреаль Канадинс». Поэтому эти сцены, эти стены, эти сцены, да, ему знакомы очень хорошо. Самый титулованный клуб, вы, наверное, знаете, не так давно переехал из знаменитого форума, где играли наши хоккеисты, в том числе и Михайлов, в том числе и Киесов, в том числе и Ларионов. Переехал вот в новый дворец спорта, который построен практически в самом центре города, в Даунтаун, как и американцы, канадцы вот в свою часть, где находятся небоскребы, центральную часть города называют. Так очень красивый дворец. Современный, с обилием стоянок, всевозможных буфетов, магазинчиков и магазинов, ресторанов. Ну вот, вы знаете, многие мне говорили, и журналисты, и специалисты, что есть некоторая ностальгия, потому что в последние сезоны Монреаль Канадин наступает не очень хорошо. Самый титулованный клуб национальной хоккейной лиги, который 25 раз выигрывал Кубок Стэнли, который еще больше раз побеждал в регулярном чемпионате, розыгрыше чемпионат национальной хоккейной лиги, в последние годы выступает не очень хорошо, и поэтому, может быть, все говорят, что плохо, что переехали в родных стенах, в тех стенах, в которых было столько побед, наверное, и успех бы раньше пришел. Ну, кто еще играет? В первую очередь, конечно, Валерия Буре, нужно сказать, что он играет в Монреаль Канадин, ну, а сейчас вы видите повтор того момента, когда нарушил правила такие сборные Словакии, и сейчас команда нашей страны будет играть в большинстве. Вбрасывание сейчас будет в зоне сборной Словакии. Вот сейчас редактор нашей трансляции Владимир Елизаров передал мне информацию о том, что в Германии встречались сборные. В Германии немецкие хоккеисты выиграли со счетом 7-1 у команды Чешской Республики. Таким образом, чехи не одержали ни одной победы на этом турнире. Вы знаете, вы знаете, это удивительно. Чехи проиграли Кином, чехи проиграли Шведом, чехи проиграли Немцем, но вот на немцев наверное как раз и была ставка и практически все в первом периоде решилось. Да, вы знаете, команда, которая усилилась и Яромиром Ягром, и игроками, которые выиграли чемпионат мира в Вене, мне трудно наверное найти вот так сразу объяснение, тем более, что особенно-то и не видел в матче. Вот, бросок по воротам, вернемся, как говорится, к нашей игре и счет становится 6-4 в пользу сборной России. Но вот это, честно говоря, меня больше радует, хотя с одной, с другой стороны и с какой-то неожиданный сюрприз, прямо скажем, не очень так вот логичный со стороны команды Чехи. Вы видите повтор на ваших экранах, но я думаю, что все-таки ошибки здесь, скорее всего, ошибки голкипер. Яромир Драгон, ну а мы с вами можем поздравить 55-го номера нашей команды, Сергея Гончара, защитника, хорошего защитника, молодого, 22 года ему всего. его... вот сейчас прозвучала его фамилия по стадиону, он играет в клубе Вашингтон Кэпитал, два сезона в этой команде. и номер 3, Сергей Гончар. Ассектинику, Мангин Синон, и финансы 28 секунды. Хороший защитник, спокойный, такой надежный, для него это достаточно крупный турнир, выступал в венерской сборной нашей страны, здесь Кобегулина, Яшина, за молодежную команду здесь поиграли. Шайба прижата ко льду, так что вбрасывание, вбрасывание будет в зоне команды Словакии. Вот повтор этого момента, когда ошибка защитник команды Словакии, Смерчак. Причем ошибки в достаточно простой ситуации. Не очень много времени Петер Брондров проводит на площадке, но может быть, травма в товарищем матче с Линдросом подсталкнулся. Если можно так сказать, скорее всего, Линдрос напомнил опять своей агрессивностью и этому хоккеисту. Может быть, она сказывается, может быть, силы решили поберечь, хотя навряд ли. И не совсем удачно сейчас Андрей Тресилов отбил шайбу прямо перед собой, но прозвучал шлисток. Нарушены правила, открыто дверца на скамейку для оштрафованных игроков для сборной России. И Вячеслав Козлов, Слава Козлов, так его зовут в Детройте, покидает площадку на две минуты. Тринадцатый номер нашей команды. Стоп. Мотор по последним словам, Володь. Довод на ваших экранах Вячеслав Козлов, нарушитель. Две минуты ему еще придется отбывать. Сейчас небольшая рекламная пауза. Вы видите, нам показывают крупным планом Вячеслава Козлова, который, с одной стороны, расстроен, а с другой стороны, может быть, как говорится, не очень, потому что нарушение нарушению рознь. Бывают нарушения оправданные, а бывают, которые в безобидных ситуациях. Да плюс судья еще увидел в своих действиях то, что ты сам делать не хотел. Вот, по-моему, момента. Выбил клюшку Вячеслав Козлов у игрока, который ее потерял, у игрока команды Словакии, и за это бывает наказание. Сейчас четверки наших россиян придется отрабатывать за себя и за того парня. Мы в национальной хоккейной лиге и, как правило, в чемпионате Союза, в чемпионате национальной хоккейной лиге. Это уже, как говорится, закон, в том, что на льду появляются не самые худшие игроки, а мастера. Вот как раз мастера убить время. Мастера, которые могут стать оттахнуть лидером, которые могут подержать шайбу, которые могут заставить ошибаться соперника и не дать возможности ему бросать поворотом. Вот один из таких мастеров. Десятый номер нашей команды, Алексей Ржамнов. Третья остановлена. Ну, московский динамоэк Алексей Ржамнов не из тех игроков, которые просто так сопернику прощают грубость, но сейчас, наверное, и он напрасно так сыграл. Все хорошо сделал. Довел дело Добраска поворотом, а вот после этого погорячился. Хотя, видите, и соперник здесь был тоже не прав. Он попал клюшкой по лицу Алексея Ржамнову. Вот сейчас. И удар. Вот за удар наказан наш игрок. Таким образом, двое российских хоккеистов отбывают наказание и один игрок команды Словакии. Йозеф Галонко, тренер команды Словакии. Это ветеран Словакского хоккея. В свое время прекрасный нападающий сборной Чехословакии. Три сезона он защищал цвета национальные команды своей страны. После этого еще два года играл во второй сборной страны. Выступал за Словакские, чешские и немецкие клубы. Ну вот как тренер он пока менее известен. Совсем недавно он принял бранд предуправление команды Словакии. Да, Сверхло, восьмой номер команды Словакии. Удален. Ну, видели уже этого Кирса, Задиресова, который Козлова Вячеслава пытался обидеть после того, как шайбу забросил. Один из этих минут еще и десять секунд играть команду Стрит в Сириуде. Я обычно не говорю, что остается до окончания встречи, потому что если будет ничья, то будет дополнительных десять минут. Вот Бондро появился. Сейчас россияне в меньшей стене. Ну вот появился Козлов. Команды играют в равном составе. Отвесло и Алексей Жамнов будут еще отбывать в штрафное время. Козлов. Бросил шайбу в зону. Так, партнеры поменялись. Козлов не уходит с площадки, что мы можем вторую спину проводить. На льду Ковалев появился Алексей. И Яшин. Яшин, Ковалев, Козлов. Яшин, Яшин. Яшин. Яшин сейчас на пятачке, но шайба попала не в тот момент, когда он покинул опасную зону для соперника. хорошо наши ребята играют, не дают сопернику развернуться и выйти из зоны легко валёв, какой-то русель прекрасный закрутили, вот на пятачке только никого нет Яшин за воротами, его не пускают на пятачок, а защитники не могут туда идти и даже зона будет некому страховать Яшина попадает в шайбу напрасно сейчас, наверное, какой маневр сделал Козлов сбросил шайбу поближе к Яшину, а у Яшины уже плюшку держали вот только сейчас валацко-пекисты вышли из зоны, но шайбе опять россияне 9 минут остается до окончания третьего периода 6-4 сборная России выигрывает во втором матче розыгрыша Кубка Канады в Монреале на льду Моутрум-центра у команды Словакии розыгрыша Кубка Мира хороший триблинг и передача была бы результативной если бы кто-то из партнеров оказался после паса Немчинова Федоров на Немчинова но очень близко сейчас стояла наша тройка нападений все вместе игроки Федоров, Немчинов и еще могильный подъехал туда Коспарайдин сбрасывание и в это время появились нарушители, зручуны, жамнов и сверхлам закончилась их дисквалификация стимурл ананас, неповторимый, сверхустойчивый вкус один из поклонников команды Словакии ну чего тут греха таить не самый интересный матч со стороны канадских болельщиков но мне кажется, что это не совсем так вообще здесь двоякое отношение к Кубку Миру с одной стороны к нему много очень много очень внимания ему уделяют и пресса и телевидение, и радио, и печать и сами болельщики а с другой стороны поклонников хоккея тоже можно понять они в общем-то переживают в первую очередь за родных за тех, кто играет в их любимых командах ну например Монреаль, естественно, болеют за Канадин поклонники Ванкувера, конечно же, болеют за Канек и когда вот Павел Буре не играл я видел, может, очень огорченных поклонников которые хотели посмотреть, как же вот эта связка будет играть после большого перерыва вы, наверное, знаете, что поначалу прошедшего чемпионата национальной категории Павел получил серьезную травму поэтому болельщики так взяли вот эту русскую связку фантастическую, да, с кулички, как они говорили, и не увидели не видели и Павла Буре на льду general motors player в Ванкувере а вот с другой стороны, видите, вроде бы поклонники которые живут в Монреале самые пьяные болельщики хоккей они, на самом деле, прохладка, отнеслись к этой игре ну, ждут, когда в Монреаль придет четверть финал когда в Монреаль придет финал здесь будет сыграно два матча, если потребуется потому что по правилам этого турнира в финале игра будет до двух побед одной из команд не знаю, чем или кем недоволен Вячеслав Козлов но он уже во второй раз в третьем периоде нахазывается штрафом малым штрафом двухминутным вот он на ваших экранах Вячеслав Козлов из клуба Двитроя Трэто Вин из знаменитой, теперь уже на всю национальную хоккейную лигу да я думаю и на весь мир русские пятерки которые создал Скопи Боуман играл Вячеслав Козлов в финале в девяносто пятом году до розыгрыша Стэнли впервые в своей карьере не очень, прямо скажем так, продолжительный но уже достаточный на спортивные события но тогда красные крылья проиграли дьяволом из диджерти вчетвером опять россияне и вот опять на льду Алексей Жамнов один из тех, кто и в клубе играет в меньшинстве центральный нападающий, который удивительно но выполняет большой объем черновой работы очень много помогает партнерам и возвращается назад и подстраховать может только бы опять сейчас Жамнову не удалили заметил защитник команды Словакии что партнер находится на пятачке закрывает видео с Андреем Трифиловым поэтому атаковал это слехла Бондро появился 12 номер хорошая передача забыли сейчас у нас ребята, что Петер Бондро находится на пятачке один из основных игроков сборной Словакии ох, не риснул сейчас слехла ну будет кто-нибудь бросать? это была передача долго шайбу соперники держит слехла хорошо сыграл и сам атакует еще 25 секунд козлов будет не игры еще один бросок такой неприятный для нас игровой отрезок сейчас проводит Словакию очень активно еще один бросок вот сейчас, наверное, ключевой момент в третьем периоде если выстоят россияне то дальше будет легче а если сократят еще раз Словакий счет то, может быть, не сравняют трудно сказать по этому матчу хотя не должны ну все, россияне словом проставим Сергей Федоровин взял местную передачу на его партнера Сергей Немчинова сверхла и покидает площадку не играет а вбрасывание будет в средней зоне 5 минут и 12 секунд остается до окончания третьего периода 6-4 сборная России выигрывает на втором матче розыгрыше Кубка Мира в Монреале у команды Словакии на ваших экранах Андрей Третьилов сегодня он защищает ворота нашей команды ну а в первой игре стоял Николай Собибуллин Третьилов Третьилов пропустил четыре шайбы для вратаря всегда так бывает что он когда разбирает моменты практически все вратари запоминают практически все свои шайбы на всю жизнь то всегда где-то есть чувство вины даже на самых неберующих шайбах ну я думаю что были в этом матче моменты когда мог и не пропускать шайбу Андрей Третьилов но как бы то ни было наши пока забрасывают больше чем пропускают вот хорошая передача ну и логично логично что наша ну может быть так вот наберусь смелости сказать лучшее тройка нападения Могильный Федоров и Немчинов отличилась еще раз дважды уже забрасывал шайбы Могильный дважды Федоров и вот сейчас их партнер по команде Немчинов Сергей Немчинов он самый старший в этой тройке ему 32 года начинал крыльев советов в 17 лет начинал играть в высшей лиге советского тогда еще в хоккея хоккея в клубе Нью-Йорк Рейнджерс так что он со следующего сезона наверное будет играть вместе с Марком Весье Уэйном Грэпс и вместе в одной пятерке а может быть и вместе в одной команде в четыре как говорится мешать стало намного полезче вот сейчас в конце сказалось преимущество россиян все очевиднее очевиднее но выражается уже в разнице в три шайбы Лорионов, Козлов и Коваленко это тройка нападения сборной и помогает им пара защитников Житников не удалось ему завладеть шайбой Житнику потому что она попала к зрителям вот на ваш экранов счет нам показывает Сергей Невчинова это уже пять лет он верой и правдой служит клубу Нью-Йорк Рейнджерс рядом с ним Алексей Живнов и Невчинов и Алексей довольны Времени остается не так много 3 минуты 14 секунд до окончания третьего периода ну я наверное наберусь еще не только смелости но и наглости сказать что навряд ли команде Словаки удастся согнать соперника сборной России в счете наши ребята игру почувствовали Словаки как-то немножечко поддали так что наверное можно сказать и так что до окончания встречи поклонники не только сборной России но и команда Советского Союза на наших экранах сборная нашей страны по праву являются правоприемностью команды Советского Союза еще раз нам показывают Сергея Невчинова прекрасно этот игрок играет когда команда находит отличный швел он очень хорошо защищается хорошее отношение у него сложили с главным менеджером клуба Зайон Смитом который здесь помогает Глэну Сатору на этом розыгрыше Кутка Мира ну вот надежно сейчас ничего не скажешь сыграл три филов наш вратарь и тут же сразу шайбу отдал партнерам чтобы встреча продолжалась неожиданно партнер в него ударил ударил взбрасывание шайба прошла сезон две минуты и двадцать одна секунда Андрей три филов голкипра который защищает ворота сборной России и его визави Яромир Драгон разные настроения у этих страж сетки у хранителей сетки как сегодня вечером Словакия не успел дальше прочитать наверное смысл такой что выиграет у русских разные настроения три филов пропустил четыре шайбы а Драгон семь шайб я думаю что объективно пираде стоит сказать что скорее всего не сами даже игроки команды Словакии не многочисленные поклонники за сборную хоккейную этой страны переживает вся страна от мала до велика наверное не ожидали что можно выиграть у команды России составленную из игроков национальной хоккейной лиги ох какая могла получиться передача на Сергея Федорова вот чем хорош Сергей может играть на любом месте и всегда опаснее всегда опаснее вот неспроста когда выбирали две лучшие пятерки по итогам прошлого сезона национальной хоккейной лиги Сергей ну что называется на все номинации был выгнят и на правого нападающего и на левого нападающего и на центрального нападающего даже по-моему на игрока обороны потому что он на второй раз получает приз как лучший форвард оборонительного плана так что наверное результат в общем-то закономерен и я думаю что ни словатские хоккеисты ни болельщики не очень стар горчины середину команды еще два матча а наша команда сегодня чартерным рейсом а специальный самолет предоставили организаторы розыгрыша мира под возличие от Ванкувера здесь нареканий претензий к организаторам и у наших руководителей и у игроков нет как об этом сказали сами представители сборной России наша команда чартерным рейсом сегодня сразу же практически после матча вылетает в Нью-Йорк где будет готовиться очень важная встреча с командой Соединенных Штатов Америки с американцами нужно с американцами нужно считаться это серьезная команда но я думаю что это как говорится на будущее уже игра идет Йозов Галонков Минилова Таря Яромер Драгон покинул ворота команда Словакии была было какое-то время сейчас в большинстве несмотря на то что никто из наших игроков удален еще не был Коваленко покинул площадку нарушен нарушены здесь были правила вот в чем дело а не потому что команда Словакии решила забросить еще одну шайбу и попробовать один из очень важных элементов хоккея когда остается немного времени до окончания матча команда проигрывает шестером играть против пяти нет все гораздо проще и фразаичнее осталось 14 секунд до сирены 5 секунд 4 3 2 1 и все встреча закончилась замыла сирена под сводами моутон центра в Монреале сборная России со счетом 7-4 одержала свою первую победу в розыгрыше Кубка Мира ну что ж я от души поздравляю наших хоккеистов выглядели наши ребята сегодня достойно несмотря на то что как-то вот несколько ну может быть чуть-чуть вальяжно начали эту встречу спокойно верили в свой успех и в третьем периоде добились желаемого результата хотя команде Словакии нужно все-таки отдать должное сборная этой страны сопротивлялась изо всех сил неплохо играла на контратаках и 4 3 2 5 6 6